А начиналось все так. В конце 1966 года, в начале 1967 года, по поручению министерства и партийных органов, группа авиационных специалистов рассмотрела вопрос о постройке здесь летательных аппаратов, строительства такого завода. Сегодня на предприятии КУМОПП прошло мероприятие в честь первого организатора завода Александра Самойловича Палатникова. Данное мероприятие вошло в традицию и проходит каждый год. Ведь Александр Палатников стоял у истоков Кумертаусской авиации, всю свою жизнь посвятив заводу. Мы считаем, что в нашей коллективе считается, что отец-основатель завода Палатников, который превратил его из обыкновенного механического завода, одного из сотен заводов в тогдашней Башкирской автономной Советско-Социалистической республике, полноценное предприятие полного цикла, производящее авиацию. Это его заслуга как организатор. Мы его вспоминаем постоянно и в процессе производства, и сравниваем, как бы он сделал на тот момент, что мы сегодня делаем, и что бы он сказал. Нам бы по 16-му иметь точное представление сегодня, кто будет заниматься, сколько мы понимаем, что мы можем дать сверхплана для экспорта. 11 декабря этого года известному инженеру исполнилось бы 93 года. В этот день ветераны производства возложили цветы к монументу Александра Самойловича. Также заслуженные работники предприятия выразили теплые слова в адрес известного инженера и директора завода. Этот человек просто уникальный. Конечно, были у него свои отрицательные. Не бывает же такого, чтобы человек был до такой степени положительный. Были отрицательные. Но в основном это был субубо авиационник, субубо чисто такой инженер, который мог решать вопросы и инженерного характера, и организационного характера. Далее все собравшиеся отправились в музей, где в уютной обстановке вспоминали историю предприятия. Ведь сколько трудностей они прошли вместе с заводом, и сколько еще предстоит пройти нынешнему поколению. Основной момент это пообщаться с ветеранами, пообщаться о том, как возрождался этот завод, о том, как на сегодняшний день, что происходит с заводом, и о будущем поговорить с советом ветеранов. По словам руководителя завода, такие встречи будут проходить и в дальнейшем. Ведь все работающие на предприятии не просто коллеги, это целая семья. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС.